Добрый вечер. Я рад нашей новой встрече. Я Радослав Волосевич, специально для Life in News. В этой трансляции хочу отмечить важный факт сегодня. Сегодня праздник по всему миру отмечается День молодежи. Не все знают, что такой праздник вообще есть и существует и тоже может не везде отмечается и может и молодежь об этом вообще ничего не знает, потому что этот праздник отмечается празднуется только с 2000 года. Организация Объединенных Наций установила такой праздник. Для чего? Для того, чтобы не просто по всему миру, в разных городах, в разных странах проводятся какие-то концерты, молодежные мероприятия и так далее, и так далее. Но на самом деле этот день он для того, чтобы мы вообще в обществе задумались о роли молодежи, о том, насколько это важная часть общества. Это настолько важно. Молодежь зависит наше будущее и поэтому мы должны всегда смотреть на то, во что нужно вкладывать. Молодежи нужно интересоваться, думать, как улучшить их жизнь, потому что это наше будущее. А есть что изменять к лучшему в нашем мире. Мы наверняка уже сегодня обеспокоимся, потому что мы живем в непростое время. И когда мы смотрим сегодня на молодежь, иногда мы просто в шоке, мы в ужасе, мы не понимаем. Но мы, взрослые, родители сегодня, воспитатели, учителя могут удивляться, как живет сегодня молодежь. Какие у них нравы, какие порядки, образ мышления, привычки, поступки и так далее. Может нет уважения к взрослым, но на самом деле все это имеет место. Но нужно тоже осознавать, что они живут в мире, который для них создали мы, взрослые. Они вот расхлебывают кашу, которую мы им наварили. Поэтому взрослые сегодня должны чувствовать в себе ответственность за тот мир, в котором сегодня живут их дети и живет молодежь. На самом деле это очень интересный момент. Сегодня Всемирный день молодежи. Можно задуматься, какую роль играет молодежь, как мы должны к ним относиться. Кроме того, чтобы они просто попраздновали. На самом деле этот день важен для всех остальных людей. Почему? Нам бы хотелось сделать какой-то подарок молодежи. И вы знаете, я думал тоже вот этой трансляции, этим лайфом, хочу сделать подарок. Но что я хочу подарить молодежи? Я бы хотел, чтобы они получили от нас, от общества больше внимания, больше уважения. Чтобы отношение к молодежи стало лучше, более серьезным. Чтобы мы отношились к подросткам даже, как к взрослым людям, к личностям. Уважали их жизнь, их мнение, прислушивались им. Но на самом деле сегодня очень редко так происходит. Существует такой барьер между детьми, молодежью и взрослыми. Существует недопонимание. Но это наша цель. Для нас должно быть это очень важным. Потому что они построят нам будущее. Дети, подростки, взрослые и молодежь. Они будут строить нам жизнь. Почему это отношение должно быть лучшим? Обратите внимание, что мы не задумываясь воспитываем себе врагов в семье. Например, с раннего детства можно услышать такие выражения. Я вот наблюдаю, вы наверняка сами увидите, когда... Ну, есть семья, дети, пришли гости. И дети всегда хотят обратить на себя внимание. Они начинают играться, приносить игрушки. Ну, что-то там показывать. И взрослые, и родители говорят тогда детям. Иди в другую комнату, ты нам мешаешь. И когда я слышу такое выражение, обращение к детям. Иди ты в другую комнату, займись там уроками, потому что ты нам мешаешь. Как себя чувствует ребенок? Что он лишний. Он просто предмет в жизни взрослых людей, который мешает им развлекаться. Вещи нормальной, хорошей жизни. Ребенок им мешает. Вот в таком воспитании, если растет ребенок, потом это подросток, это молодежь. Они себя чувствуют ненужными. И сегодня, если мы хотим что-то подарить молодежи, мы должны подарить им свое внимание. Мы должны словами, поведением сделать так, чтобы они почувствовали себя важными и нужными. Они никогда не мешают. Это очень важная часть человеческого общества. Подростки, дети, молодежь. Это первый момент. Мы во-вторых, очень часто говорим, вы знаете какие-то слова, что я вас понимаю, когда взрослые обращаются к детям или родители к своим детям, молодежи. Я был в твоем возрасте, мне было 12-15 лет, поэтому я тебя понимаю. И когда дети или подростки слышат такие выражения своих родителей, они уже сразу закрывают глаза и уши, они ничего не слушают. Потому что родители им в глаза врут. Они не могут, сегодня родители не могут понимать своих детей, своих подростков. Потому что это невозможно. Потому что мы с вами не жили в такое время, в которое они живут. Живут подростки сегодня. Они выросли уже в интернете. Мы просто присваиваемся, приучиваемся к жизни виртуальной, к тому, что у нас есть интернет и так далее. И вся жизнь сейчас с этим связана. А они там выросли. И это не шутки. Вы знаете, это не просто то, что мы видим иногда какие-то прикольные фотографии, там ролики по интернету. Я однажды был на такой вечеринке, где были взрослые и дети. Но всеми семьями было около 100 человек. Был большой зал, было что покушать, была музыка, были игры придуманы. То есть там все могли быть задействованы. И знаете, я там вышел в коридор в этом здании. И я увидел группу подростков, которая сидела вместе на коридоре. Они сидели на полу под чтенками, ну человек может 7, 8, там, может 10, даже группа подростков. Они там оказались не случайно. Они сидели на полу и они, видно, совместно проводили время. Но как они это время проводили? У каждого в руках был свой телефон. И они сидели совместно в своих телефонах. Но они собрались там в группу и они не разговаривали друг с другом. Там рядом были игры, там была музыка. Им все это было неинтересно. И для меня, вот, когда я столкнулся вот с этим, не просто где-то в интернете, я сам увидел, как живет молодежь. Они не умеют общаться друг с другом. Есть случаи, когда человек молодой находится в одной комнате с девушкой, которая хочет сказать что-то приятное, что-то о своих чувствах. И он к ней берет телефон и прямо, она мать от него. И он не умеет этого сделать просто в глаза. Он пишет сообщение по телефону о своих чувствах девушке, которая ему нравится. Это реальный случай. И просто как нам это понимать? А они так живут. Они выросли в другом мире. И поэтому, когда мы говорим сегодня ребенку, я тебя понимаю, так он что? Он просто сразу смеется. Как минимум мучением отнесется к этому. Это невозможно. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения, хотим проявить уважение и то, на что они заслуживают, хотим, чтобы наши дети, наши подростки почувствовали себя нужными, как минимум такого не будем говорить. Мы скажем, я хочу тебя понимать, я постараюсь тебя понимать. Мне трудно, ты разъясни, я послушаю. Я попытаюсь понимать о твоих проблемах. Я хочу об этом послушать. Вы знаете, я хочу привести для этой ситуации, для этого праздника, для взрослых, скорее всего, интересную историю в качестве наглядного примера, которая побудит нас больше об этом думать и больше стараться сегодня с пониманием относиться к молодежи. Или даже мы просто в обществе, когда мы видим наркоманов, выпивающих, курящих там молодежь, иногда мы смотрим, куда все это касается. Ну, там, знаете, на самом деле есть сегодня, сидит вот такая молодежь, грязная, там, скажем, которая выпивает, курит, там есть свои герои. В сердцах у этих людей что-то скрывается. Им трудно это проявить, они иногда проявляются. Мы слышим о некоторых единицах, о людях, которые ведут себя особенным образом. Они выделяются, у них нравственные ценности. Они там бросают вредные привычки и ведут другую, выбранную собою, вот, жизнь. Но таких немного. Но если мы хотим, чтобы стало больше, так мы должны увидеть в этих людях что-то положительное. Там они что-то прячут хорошее внутри. А снаружи, вот, их внешний вид, поступки, манера речи, никак не показывают, что это какой-то герой. Но мы не должны таких людей перечеркивать. История следующая. Эта история, вполне возможно, реальная история, но я не могу сказать на сто процентов. Но она очень интересна и полезна. Это история одной учительницы пятого класса. Эту учительницу звали миссис Томпсон. И когда она стояла перед своим классом, она в очередной раз сказала неправду своим ученикам. Она, посмотрев на всех учеников, сказала, что она любит всех одинаково. Но это было невозможным, потому что в конце, на последней парте сидел мальчик, которого звали Тедди Стоддард. И у миссис Томпсон этот мальчик не вызывал приятных чувств. Он всегда был грязный, он спал на уроках, от него был неприятный запах. Она давно уже наблюдала за этим мальчиком, у него были очень плохие оценки и так далее, и так далее. Только иногда она испытывала такую маленькую радость в связи с этим мальчиком, Тедди, когда она красным карандашом исправляла его там домашние работы. Ну, однажды попросили миссис Томпсон сделать анализ успеваемости всех в классе. и она стала изучать историю всех мальчиков, всех детей в своем классе. И папку с делом Тедди она положила на последок. В конце она начала читать историю успеваемости этого мальчика Тедди. И она была удивлена. Учителя первой класса, она пишет, Тедди веселый мальчик, общительный, хорошо учиться, у него много друзей. Учителя второго класса пишет, Тедди веселый ребенок, у него хорошие оценки, он хорошо успевает, у него хорошие успехи, однако у него дома серьезная проблема, его мама болеет тяжелой болезнью. Учитель третьего класса пишет, Тедди старается делать все, что может, однако он плохо справляется с уроками. Его мама умерла, и его отец скажется им, перестал, но не заботиться, не интересуется им. Учитель четвертого класса уже пишет, Тедди замкнутый, спит на уроках, перестал учиться и так далее. И сейчас миссия Томпсона, она почувствовала себе очень, ей стало очень стыдно, почувствовала себе очень плохо, когда осознавала причину проблемы, почему такое происходит с этим мальчиком. Это было накануне Рождества, поэтому в это время дети все принесли в школу подарки на Рождество для своей учительницы. И свой подарок тоже принес и Тедди. И там получилась следующая ситуация. Подарки всех детей были очень красивыми, завернуты в разноцветные ленточки, в красивую бумагу. Все выглядели подарки очень красивыми, только подарок Тедди был завернут в серую бумагу из гастронома. И все дети начали смеяться, когда миссия Томпсон стала открывать этот подарок, который Тедди подарил. И когда она вытащила там браслет искусственных бриллиантов с некоторыми почеренными камнями и флакон духов наполовину уже использованных. Все дети начали смеяться. Она заставила замолчать всех смеющихся детей, она побрызгалась духами и надела браслет на руки. После уроков все дети разбежались, Тедди остался за своей партой. Он подошел к своей учительнице и сказал, миссис Томпсон, сегодня пани пахла, как моя мама. Эта учительница, после того, как мальчик ушел, она разрыдалась. Она осознала свою проблему и свою ошибку. С тех пор она стала уделать этому мальчику больше внимания. Она стала после уроков помогать ему, хвалить его, и он начал отвечать на ее старания своими успехами в учебе. В конце года он стал одним из лучших учеников его класса. Потом он уехал в другой город и, спустя несколько лет, она получила записку от Тедди о том, что он закончил школу лучшим по успеваемости. Через несколько лет миссис Томпсон получила еще одно письмо от Тедди, где он сообщает о том, что он окончил колледж с лучшими отметками. Спустя еще несколько лет она получает очередное письмо от Тедди о том, что прошло много трудностей за это время, но он продолжил учиться. И это письмо было уже подписано длиннее. Теодор Ф. Стоддарт, доктор медицинских наук. И он пишет, что благодарите за то, что она обращала на него внимание, помогла ему и так далее. Потом получила она еще одно письмо, в котором Тедди приглашает ее на свадьбу. Он пишет, что познакомился с девушкой, на которой хочет жениться, и приглашает миссис Томпсон на свадьбу, чтобы она села рядом с ним, вместо его матери, заняла место за столом его матери. Конечно же, миссис Томпсон согласилась, но угадайте, что она одела на свадьбу. Да, этот браслет искусственных брилантов с некоторыми почерными камнями и побрызгалась духами, запах которой тогда, много лет назад, напомнил для Тедди его маму. При встрече они обняли друг друга, и Тедди прошептали на ухо, спасибо, миссис Томпсон, что вы поверили в меня, что вы помогли мне добиться изменений. Миссис Томпсон ему говорит, Тедди, ты все неправильно понял, а это ты научил меня. До того, как я встречал тебя, я не знал, как учить по-настоящему. Примерно так звучит эта история. Какой можем урок из нее простой извлечь? Насколько важно сегодня не оценивать других по внешности? И особенно с таким презрением относиться учителям к детям в школе. Мы же не знаем, откуда этот мальчик или эта девочка, почему она выглядит так или иначе, почему ведет себя, может, неправильным образом, и нам что-то взрослым не нравится. Мы не знаем того, что повлияло на этого человека, почему он стал таким именно, с какими проблемами он сталкивается сегодня и столкнулся в прошлом. Но и к взрослым, и особенно к молодежи, мы не можем относиться таким образом, оценивать их, глядя только на то, как они сегодня живут, ведут себя и как они одеваются. Это первый очень важный урок. И мы видим, насколько важно наше внимание, когда мы видим положительные моменты, пытаемся понять и помочь детям, насколько это сильно может повлиять вообще на их жизнь. Коренным образом может измениться их жизнь. Поэтому взрослые сегодня и родители имеют огромное влияние на то, чтобы из подростка, у которого сигареты в кармане, и он выпивает пиво, может, с друзьями, чтобы все коренным образом изменилось, огромное влияние на это имеют родители. Они должны помочь ему почувствовать себе нужным. Это очень важно для каждого ребенка, для сына, для дочери. Они хотят почувствовать себе нужным, они хотят увидеть то, что родители пытаются их понять. Они нуждаются во внимании и во времени со стороны взрослых. Поэтому, дорогие родители, никогда не говорите, ты мне мешаешь, иди в другую комнату. Это неправильное слово. Никогда не говорите тоже, я тебя понимаю, потому что это невозможно. Они живут сегодня в другом мире. Мы можем просто стараться в большей мере понимать их. Давай я тебя выслушаю, я постараюсь тебя понимать. Но мне это, наверное, очень трудно будет сделать. И так, сегодня Всемирный День молодежи. Я думаю, то, что мы можем сделать молодежи, это дать им хорошие слова, свое внимание, свое время и сказать им о том, что мы их любим, ценим и уважаем. Это самый лучший подарок, который мы можем сделать сегодня для молодежи. Помню о той важной роли, которую молодежь играет в нашем обществе. С вами был сегодня Радослав Волосевич, специально для Lifey News, Glasgow, Великобритания.